всем привет друзья с вами варчик в этом видео я вам хочу рассказать про турбо сливы и покажу как игроки сами делают эти турбо сливы не кто-то там виноват не гонка вооружения либо еще что-нибудь сами игроки приводят к ситуации когда бой заканчивается в одну калитку и зачастую очень быстро начнем мы с карты мураванка на карте мураванка с верхнего респа на среднем танке я как обычно еду на центр и оттуда подсвечиваю и играют башни стреляя в разные направления по карте видно что на 1 2 3 линии у нас все хорошо там есть лт-шка пт-шка тяжек от башенки еще есть у нас на базе афк-шный маушен который позже подъедет тоже на первую вторую линию и будет там сдерживать либо атаковать по этому направлению основная сила у нас концентрирована в центре состоит она из ст-шек и еще сзади там пт-шка валяется в кустах и лт-шки несутся впереди светят то есть у нас в принципе все направления контролируются основная масса врагов будет сконцентрирована на г-3 и в принципе они ничего не будут контролировать они не поедут в атаку они не поедут занимать какую-то часть карты какие-то позиции ключевые опорные точки они ничего не будут занимать они просто будут стоять в г-3 и все в этом и заключаются турбосливы в том что одна из команд боится врагов изначально с самого начала боя и она не занимает никакие ключевые направления на разных флангах забивается в угол карты и просто ждет поражение при этом как обычно в команде есть люди которые хотят играть и едут на ключевые направления но их настолько мало что их просто съедают мгновенно и это еще больше ускоряет турбослив тем что танки откалываются от основной массы по одному их просто уничтожают за секунды в то время как основная масса врагов стоит в одной точке и просто не делает ничего они смотрят как союзники умирают и при этом они не пользуются преимуществом глядя на карту и не выбирают более слабое направление для атаки для того чтобы потом после атаки развернуться и поехать за дефи другое направление тем самым выиграв для себя пространство и ключевые позиции турбослив это когда основная масса стоит пару танков едет играть и вот получается турбослив основная масса танков боится и стоят в одной точке ничего не делают иногда для одного направления достаточно какого-нибудь грамотного светляка птшки которая все это сзади прикрывает ну и какого-нибудь опорного танка ст или тт 1 2 казалось бы этого достаточно если грамотно стать чтобы дефить направление а всеми остальными силами можно заниматься другим направлением но зачастую происходит так что одна команда бросает вообще все и просто садится в угол карты и сидит в котле ждет пока со всех сторон враги начнут их распиливать давайте посмотрим следующую карту руинберг и к слову что я хочу сказать что очень часто бросание одного из направлений приводит к тому что через время через это пустое направление куча врагов приезжает и начинают зажимать команду которая бросила одно из направлений и получаются такие вот клещи чтобы такого не происходило должно произойти две вещи либо команда которая бросила направление продавит другой фланг на которой она вся команда приехала либо она не будет бросать это направление как в нашем случае на руинберге это зелень мои союзники бросили зелень стэшки на первой минуте поехали в город но они не город не продавили и зелень мы проиграли потому что там практически никого нет плюс еще сейчас клиент игры не такой как раньше информации на карте намного больше видно кто где светился также еще видно кто стреляет даже если он не светился показывает что это за танк как он называется и с какой стороны он стрелял информации сейчас намного больше в бою и танкисты так или иначе соображают чуточку быстрее чем когда-нибудь там 7 лет назад поскольку раньше вообще ничего этого не было и не показывалось все играли аккуратненько и медленно сейчас же все сломя голову ломятся по пустым направлениям поскольку имеют информацию ну и стадный инстинкт тоже работает если впереди кто-то едет значит сзади за ним следом кто-нибудь тоже поедет поскольку чувствует безопасность на руинберге стэшки снизу частенько бросают зелень и это почти всегда заканчивается одним и тем же зажиманием в городе и турбосливом хотя картошечка понаделала для нижнего респа очень много позиций но танкисты по старинке помнят что нижний респ зелень не играет поскольку она очень слабая едут в город и даже наверное еще и не поездили по зелени и не заметили что там очень много хороших новых позиций и в принципе сдерживать с нижнего направления зелень стало намного легче да и атаковать там тоже есть где но танкисты по старинке едут просто в город и это тоже очень плохо следующая карта которую мы рассмотрим это энск стандартный бой и что хочется сказать про энск это самая быстрая карта в картошке самая быстрая средняя продолжительность боя и здесь команда умудрилась зажаться в правый верхний угол на зелени у нас там стояли всякие птшки и лтшки зелень быстро особо враги не давили поскольку боялись получить из кустов пока враги боялись получить из кустов мы продавили весь город основными силами убил там 3-4 танка и просто зажали их в углу карты пока они там боятся кустов вот в принципе такой вот быстрый бой на энске и все враги и не город не сыграли и на зелени кустов боятся поиграл на вот классик я сразу понял что в турбосливах виновата не гонка вооружений фугасы голда и так далее также еще колесные танки конечно они там может быть ускоряют бои на долю секунды но в целом комьюнити виновата сама в своих турбосливах они получают много информации и боятся ехать на основные направления также они не понимают что зажиматься в углу карты и в каких-нибудь котлах тоже плохо нужно давить основные направления занимать ключевые точки и заниматься в бою тем для чего предназначен ваш танк если это средний танк он должен менять фланги помогать там где команде плохо либо атаковать там где команде хорошо пт-шки должны прикрывать сзади в тех местах где будет вылазить очень много врагов а союзники будут стоять на ключевых точках лт-шки должны давать начальный подсвет и потом до конца боя пытаться тоже помогать своей команде ну а тяжелые танки должны составлять основную массу на тех направлениях на которых команда собирается играть либо занимать опорные точки на флангах для того чтобы сзади пт-шки могли их прикрывать давайте рассмотрим следующую карту хайвэй на этой карте тоже есть два направления для средних танков и для тяжелых танков соответственно левый верхний угол это зелень для лт-шек и эст-шек с базы обычно с кустов прикрывает пт-шки ну а в городе бодаются тяжелые танки что происходит в этом бою вражеская команда зелень вообще никак не сыграла там не было никого на прикрытии там не было тех кто поехали бы в угол карты и на эст-шках бодались бы там от башни лт-шки у них особо ничё там активно не делали а тяжелые просто поехали в город потому что им особо больше тут и негде ездить и что получается по итогу боя мы продавили до самой вражеской базы всю зелень и враги остались в такой вот яме в котле и они не могут никуда с нее деться не в город выехать потому что если они поедут в атаку на город мы базу захватим что в принципе в этом бою и произошло и когда они будут возвращаться назад они тоже будут получать на выезде к своей базе а всего-то они бросили одно направление со средними танками которое очень важно на этой карте какой вывод мы можем сделать из всего вышесказанного турбосливы это бои в которых одна из команд испугалась поехать на направление ключевое зачастую не использовали свой танк по назначению и из-за этого произошел турбослив поскольку вся карта отдается врагу команды имеют очень много информации видят что направления пустые и начинают зажимать одну из команд которая уже просто с самого начала играет на поражение зажавшись где-нибудь в уголку и ждет своего поражения что нам нужно делать если мы играем в команде которая пользуется всем этим добром и играет против команды которая зажалась все очень просто мы занимаем все дальше и дальше ключевые точки смотрим на карту подавливаем по возможности и зажимаем еще глубже врагов набивая урон самое главное чтобы мы не слились при такой очень быстрой атаки но и не отстали очень далеко чтобы мы и не заехали в кучу врагов и не отставали сильно далеко чтобы успели пострелять и придавали своей атаке большую массу будучи в куче своих союзников что касаемо команды которая не едет на ключевые точки то вы должны использовать все варианты для того чтобы сыграть как можно эффективнее попробовать переехать на тот фланг на котором можно сделать атаку для того чтобы разыграть один из флангов и потом вернуться за дефить базу либо стать где-нибудь в дефе и попробовать с хорошей позиции потрепать врагов максимально хорошо возможно в конце боя у врагов уже не останется сил если они будут атаковать плохо ехать в кучу врагов на пустое направление тоже не стоит но и начинать плакать и говорить турбослив это тоже ничего не даст нужно попробовать выжать в хоть что-нибудь но вообще едьте на основные направления если есть возможность две самые большие проблемы танкистов в том что у них очень слабая стрельба они плохо подготовлены к стрельбе сами плохо целятся и еще у них нулевые знания по тактике они не понимают где основные направления почему их нельзя бросать и если бросили что нужно делать также еще бонусом в конце я вам покажу что играть на поражение можно не самого начала боя а середины или с конца боя всего лишь нужно зажаться в угол карты и ждать поражение это можно делать на любой минуте боя а не только в начале многие сейчас жалуются что у них падает процент побед и так далее у меня возникает вопрос а вы заслужили повышение своего процента побед вы действительно что-нибудь понимаете в игре действительно ли вы боретесь за свой процент побед я в своих айдах делаю вам максимальное разъяснение того как нужно сейчас играть в игру вам нужно только понять и воспользоваться ну а теперь бонусный материал в конце видосика он уже затягивается и таких длинных видео я обычно не делаю но стараюсь для вас делать и разжевать максимально все что возможно в этой игре возвращаемся к нашей злополучной мураванки одной из самых моих любимых карт на которой я вам сейчас покажу и разъясню как не нужно играть поскольку не все поняли из прошлого гайда что в конце боя зажиматься в угол карты и не ехать в атаку в одно из направлений это плохо сейчас в этом бою вы увидите как мои союзники зажались и никуда не поехали а ждали поражения вы увидите к чему это приводит и насколько бесполезно смотрится несколько танков стоя в углу карты в одной ямке и насколько полезно было бы поехать куда-нибудь в атаку и занять ключевые точки шире и растянуться по карте поскольку в прошлом гайдики который называется ошибка которая понижает ваш процент побед было показано как я поехал в атаку вместе со своим союзников в одно из направлений которое посчитал более легким в этом же бою вы увидите как союзники не поддержали вообще ни одно из направлений а зажались в угол карты очень мало танкистов сейчас в бою играет на победу большинство из них играет скорее от страха они боятся получить от арты боятся получить от пт боятся получить фугасом либо голдой поэтому они прячутся где-нибудь в уголку карты и умирают еще быстрее чем если бы куда-нибудь поехали в нормальную позицию конечно в углу карты тоже можно занимать позиции с кустами и холмами но не втроем в одном кусту и так карта мураванка верхний респ стандартный разъезд я еду на центр играть от кустика и холмика подсвечивать убивать лт и кемперить по все направления одновременно на 1 2 3 линии как обычно у меня там пт шки тяжик дефятся плюс еще помогает там арта и ст к основная моя масса едет по лесу и довольно таки неплохо мы атакуем казалось бы сейчас враги все зажмутся в углу карты и будет опять турбо бой враги зажмутся и будут ждать своего поражения но в этом бою мы увидим что враги оказались не совсем такие глупые и они по 1 2 3 линии почувствовал что врагов там мало поехали в атаку и продавили это направление тем самым они растянулись по 1 2 3 линии вдоль всей карты а мы остались все в лесу тем самым карта поделилась пополам и пока мы ездили в атаки мы потеряли очень много сил таким образом видно что если не зажиматься в углу карты а использовать слабые стороны одной из команд можно получить очень большое преимущество вражеская команда довольно таки неплохо на зелени с леса прикрыла своего союзника который там стоял подсвечил и танковал также еще увидела что есть преимущество на 1 2 3 линии продавила это направление мы же пока ездили в атаке очень сильно потеряли всего и союзники увидел что что-то счет какой-то плохой видите по мини карте как они все начали направляться в одно и то же место и зажиматься в угол карты конечно 90 который там стоит в углу он довольно таки неплохо подсвечивает фланг и если на него кто-то поедет мы с леса можем в него пострелять но кто будет в него с леса стрелять если все остальные союзники тоже стали ему под жопу и стоят там же в одной точке таким образом если один враг поедет светить то направление он сразу всех засветит и там все сразу сдохну вместо того чтобы подсвечивать одного девяностика который там стоит он засветит всех тем более еще в бою есть арта и зажиматься в уголочек в одну точку это вообще фиаско также еще у нас есть конь у которого есть бронированная башня и хп он тоже решил постоять в кустиках вместо того чтобы стоять в лесу и встречать тарта от башни для того чтобы не зажиматься он решил поехать тоже постоять в кустах таким образом видно что в конце боя тоже можно сыграть на поражение и в углу карты в ямке в одной в котле стоять ждать когда проиграешь тот же самый девяностик мог увидеть что все союзники стали там в уголочке мог перестать светить в кусту и поехать раздавать барабан вместе со мной в лесу убивать тортов и всех остальных 416 шотный мог в конце спокойно там сам постоять по стрелять по ким перить ну а конь просто должен бы ехать играть от башни лес он просто глупый вот и видно что в конце боя можно сыграть на поражение да и в середине боя но чаще всего турбосливы происходит когда вся команда в начале боя играет на поражение зажавшись где-нибудь в углу карты и бросил основные направления и мы видим что в этом бою на той же самой карте которую мы рассматривали уже не один раз можно сыграть и не в поражение что продемонстрировала нам вражеская команда грамотно прочитал карту и сыграл командно но и из вас конечно могут сказать что это рандом и здесь вообще не командная игра каждый сам за себя так она в принципе и есть но это и показывает насколько вы хороший игрок насколько высокий будет у вас процент побед если вы пользуетесь всеми возможностями своего танка в каждом бою со своей командой и глядя на карту анализируйте что происходит вы должны использовать все по максимуму тогда у вас будет и высокий средний урон и высокий процент побед ну а если вы играете на поражение то не удивляйтесь что у вас очень низкий процент побед вы же для победы ничего и не сделали сам был варчик играть красиво пока а